Мечтаешь об iPhone X, MacBook Air или PlayStation 4 Pro? Тогда переходи на сайт Runbox и выбирай любую понравившуюся коробку. Множество положительных и реальных отзывов. Быстрая доставка. Просмотреть все товары более детально можно на их канале. Выполнив простые условия, можешь получить бесплатную коробку. На Runbox появились пользовательские коробки. Создай собственную уникальную коробку, расскажи о ней своим друзьям в соцсетях и получи 5% от ее стоимости за каждое открытие. Я уже создал свою коробку, что мешает тебе создать свою. Ступай по нашей ссылке в описании, там Runbox дарит 50 рублей на баланс и 20% бонусом при первом пополнении. Ребята, привет. Отпишите, пожалуйста, как вы нас слышите. И не громко ли музыка? Да. Здравствуйте. Привет, привет. Иди в пизду. Вы что, сумасшедшие? Я не понимаю. Лагай, да у меня тут пишет... Давайте я выйду в комнату. Интернет сильный. Я очень удивляюсь. У меня... Даже не представляете, насколько много у меня в директе долбоебов, которые пишут, Эльдар, мне нужны деньги, мне нечем оплачивать квартиру или что-то еще. Ну, во-первых, мне похуй. Во-вторых, типа, ну, решайте свои проблемы самостоятельно. Вы же не будете до конца жизни клянчущими долбоебами. Типа, ну, пора включать голову. Это самое прекрасное, что у вас есть. Самый главный, важный ресурс, который сможет заработать вам и найти все, что угодно. Вы что, ку-кухой поехали? Реально просто очень много, представляете себе? Как думаете? Блин, нет. Надо выкладывать реально таких чуваков в стену позора. Типа, вот долбоеб. Я понимаю, когда там у людей проблемы, они организовывают сбор средств, предоставляют документы, там, о болезнях или еще что-то еще. Но когда чувак пишет, у меня нет бабок крови, жилье оплатить? Ну, чувак, ну, блядь, живи в, хуй знает, у друзей, еще в хостеле на чердаке, устройся на работу и живи там. Мы просто все так делали. Нас, когда повыгоняли, нас выгнали из квартиры всех, когда мы жили с Поперечным и с Ильичом, у нас не было ни копейки, нам негде было жить. Чуваки пошли жить на чердаке, а я у телок, у знакомых, типа, просто вписался и жил. Так что, заходишь, найдешь выход. Кстати, мы все кучу разных штук придумали, именно, находясь в максимально стрессовом состоянии. У тебя ничего нет. И ты такой, блядь, голод порождает что-то гениальное. Художник должен быть голодом. Такие дела. Интернет-оснег, мы посмотрели вообще россиянный фильм Дикарь. Короче, он называется... Сука, я забыл. Я забыл, как он в оригинале называется. Французский фильм про художника, который бросил все и уехал жить на острова Ебеня. Блин, я забыл имя художника. Напишите мне, наверняка кто-то знает. И там он нашел себе женщину, рисовал ее. И в итоге это художник, который, типа, сейчас, да и после своей смерти был супер великим, но он всю жизнь прожил и умер в одиночестве и в нищете. Как же у него фамилия, сука? Напишите мне, пожалуйста. Наверняка вас тысяча человек. Кто-то-то и знает. Да вместо смайликов привет и, типа, вот этого всего. Напишите мне имя художника. Кто-то знает сто процентов. Вы же не все мне смайлики пишите? Я не знаю. Это я понял. Я не отъебусь, пока не вспомню. Дерьмо-то, а, представляете? Ван Гог. Нет! 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 Гугл в помощь. Да я пошел искать фильм, который я смотрел. Да, блядь, уже похуй. Картины он рисует... А, где, сука? Гоген. Точно, все. Поль Гоген. Я вспомнил. Молодец. Керов, привет. Скажи, здорово, кидарасы. Будешь отвечать на вопросы? Это орешки, тебе нельзя. Киня. Находим в зоопарк дома. Киня, все. Спит. Как тебе новый цвет алишера? Пиздец. Сижу, мне 24 года. Только об этом и думаю. Типа, ммм, какой же цвет волос алишера? Не, не спит. Киня. Кинь. Давайте играть в игру. Едим вкусняхи. Бля, вот реально, малышня, прекратите думать о такой хуйне, как цвет волос какого-то человека. Или что он сделал. Вот реально, не занимай... Вот, блядь, вот я постоянно вам говорю, неужели вы, блядь, настолько... Да нет, у всех скучная жизнь. У меня тоже. Но, ёбаный врод, заполняйте ее интересным чем-то, вместо того, чтобы раздувать у кого какая прическа. Не будьте долбоебными. В итоге, из-за таких вот... Ну, аккуратней, короче, аккуратней. Вот, постарайтесь в пиздюковом возрасте чем-то себе интересным занимать. Иначе ваши жизни с большой вероятностью, блядь, превратятся в какой-нибудь кошмар и пиздец. Реально, ну вы что, дебилы, блядь? А-а-а, цвет волос! Так, пацаны, играем в игру. Кому вкусняху? Руав. Ты не хочешь, Киня? Киня, Ров. Молодец. Так. Киня, я тебе большую слишком дал, да? Не справляешься? Хорошо, на. Давай сюда. Ров, держи. Киня. Блядь, пол облезал. Молодец. Ров. Киня. Держи. Молодец. Ров. Какой бы клип будет следующий? Хороший. Так. Эльдар, побрей левую сторону. Отлично. Отличная идея, бро. Мне нравится твой креатив. Не ссорятся. Да нет, они спокойно ведут себя. Они не очень-то играют, но и как бы вот они могут существовать вместе, как видите. Спокойно. Они оба такие спокойненькие, то есть этот, конечно, иногда бесится чуть-чуть, но он спокойный. А Киня-то и подавно. Но наш пёсель может от радости обоссаться. Типа ты его зовёшь, говоришь, а, чё, кто? И он писается. Да, Кинь? Опять глаза тебе надо протирать. Ой. Ну, наш Киня весь больной. Хрупкий. Как я прям. Утимолетец. Что думаешь про Фейса у Руслана? Мне похуй. И на Фейса, и на Руслана. И на любые конфликты в интернете. Пускай делают, что хотят. В двух словах, если. Если ты что-то говоришь в интернете, ну, типа, скажи то же самое с глазу на глаз. Но, при этом, проявлять любой акт насилия плохо. Так что, шо-то хуйня, шо-то хуйня. И эти две хуйни, шо я ебал вам маму рот. Это можете вырезать. Почему в клипе Николая ты не был у него на руках? Я был, я котика сыграл. Я не то, что сценарист, я еще и актер отличный. Могу сыграть кота так, что никто не узнает. Кто твой любимый рэпер? Чипинкос. Счастлив ли ты? Да? Да. Я даже не знаю, до чего доебаться. Не, есть до чего. Но это, опять же, работа над собой. Что, счастье делается? Счастье, оно такое. Не все его вокруг делают, а ты исключительно. Поэтому, хотите быть счастливым? Будьте счастливым. Ха, как бы ни звучало. Тебе нравится Lil Pump? Да, он клевый. Gucci Gang, ну, блять, хуйня. Мне не нравится. Для меня хуйня. А так, в целом, у него вообще супер треки. Мне прям качит. Да и без своего диабета. Ну, окей. Типа, у меня неизвечимая болезнь. Я с ней живу. Стараюсь дружить. Че мне? Из-за того, что у меня эта хуйня есть. Мне грустить и загоняться? Я что, долбоеб? Оно есть и есть. Я принял это. Ну, типа, и живу. И охуенно живу. Так что, че мне? Че мне расстраиваться? Ёбаный народ. Это же реальность. Все класс. Да, Киня? Ров? Пошел нахуй. Ха-ха-ха. Приедем ли в Кемерово? Я думаю, что да. Почему бы и нет? Когда-нибудь да приедем. Сто процентов. Сто процентов. Так. Почему ты не разрешаешь с тобой фоткаться? Мне не нравится. И все. Поэтому я не разрешаю. Все же просто. Я же никому ничего не должен. Правильно? Правильно. Вы кому-то че-то должны? Нет. Я кому-то че-то должен? Нет. Не хочу. Не фотографируюсь. Простота. И все просто. Все очень простенько. Без каких-то лишних вопросов. И все. Не нравится? Не хочу. Не буду. Будешь доебывать. Пойдешь нахуй. Нарвешься на грубости. Было ли чувство, что я списался и откуда берешь вдохновение? Ну, постоянно есть чувство, что ой, все, я перегорел, переработал. Но просто важно переключаться уметь. Вдохновение, оно повсюду вообще. Ну, то есть, абсолютно всего можно черпать вдохновение. Это творческое мышление, короче, в действии. Ты смотришь на стену и такой ой. И под другим углом. Ну, условно, реально, абсолютно вовсюду можно черпать вдохновение. Еще плюс, в зависимости от того, что ты делаешь. Мне очень помогает переключаться между видом деятельности. Срежиссируешь клип Николаю? Я не режиссирую, ну, типа, не особо я умею в навеке режиссирование, поэтому не думаю. ЧСВ. Да, долбоебы, пускай думают, что у меня раздутое ЧСВ. Возможно, у меня и правда раздутое ЧСВ. Не знаю. Но думайте, как хотите, это же, типа, ваше дело. Мне кому-то что-то доказывать не надо. Мне не надо. Пускай кто-то думает, что я ЧСВ. Кто хочет, тот думает. Сколько людей, столько и мнений. Правильно ведь? Правильно. Где-то у тебя уже два выпуска нет в зашкварных историях. Да, ебаны, насрали. Я редко туда прихожу. Потому что я не то, чтобы чувствую, что это мой формат. Вот вы говорите на Соболева, типа, на Илью, типа. О, берите его. Какой он плохой. Но он охрененный для этого формата. Он умеет раздувать и угорать. А я мебелью себя там чувствую. Я просто сижу, мне стыдно, и я молчу почти всегда. Ну, типа. Рисую ли я хорошо? Нет, я всегда плохо рисовал. Так. Что вы пишите еще? Что я и смотрю комменты? Пока какое-то фигню. Вы здороваетесь? А, все, закончились комменты. Кто-то туху набил. Не скажу. Увидите. Ну, есть человек, которому уже надо бить, как бы, спор прошел, я вам так скажу. Вот. Там есть победители и проигравшие. Поэтому сейчас я уже спокойно могу говорить, так как выпуск Ивлеевой вышел, я спокойно могу говорить слово «жопа». И мне за это ничего не будет. «Жопа, жопа, 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 жопа». Всего свое время, как бы, узнаете. Все узнаете. Такие вы нерпеливые в своем интернетике. Все вам сразу подавай. А Писос вам не дать? Чего-нибудь там с ним поделать. Как тебе клип Соболева? Мне кажется, сценарист гений, ебаный. Просто тот, кто придумал этот клип, просто гениальный человек. Ну, прям, ну и красивый наверняка, талантливый очень, разносторонний. Ну, прям, крутой. Вот сценарист охуенный там, да. «Прими запрос, Эл». Ага, хорошо. Кто ты? Я не знаю, кто ты и какой запрос ты имеешь в виду. Но, ладно. О, вот так лучше. Немного опр... Вот это мне нравится, да. Ты хотел от мата избавиться. Чего-то не получается у тебя. Да, поебать вообще. Вот в такие моменты. Настроение лежать и материться. Чувствую, шарите. Такое спокойное. Только сейчас послушал альбом. Ну, крут, большая работа. Удача. Все зависло. О. Магибаб. У меня, шарите, вся квартира в граффити. Что за дебильная маска какая-то? Так. Давайте заканчивать, наверное. Фу. Я пойду. Да, я отлично переключился. И кажется, мое подсознание готово выкидывать годноту. Поэтому Вот мне пишут, мне иногда кажется, что ты ребенок. Да. Так и есть. И вот всегда себя так веду. Ну, перескуберю, перескуберю, перескуберю. Я пошел. Да и вы идите, наверное. Ладно. Все. Все. Йоу. Ты что, ебать? Я только пришел. А хуй ты опаздываешь? А? А? Нехуй опаздывать было. Теперь сиди, тут жалуются. Опоздал? Не выебывайся. Вот как-то так, да. Ой, что это? Блин, вот это что? Что это? Ёбаный насрали. И зачем это нужно? О, вот это про меня определенно. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...